Королевский комментатор Даниэла Эльзер заявила, что герцог и герцогиня Сосекские могли бы поучиться у монарха, силе молчания. Госпожа Элсер сказала, что, если и было в королевской истории время, когда 95-летний монарх воплотил эту философию в жизнь, то это произошло за последние 365 дней. Написав для news.com.eu, она сказала, в то время казалось, что дворец ведет себя крайне недальновидно, придерживаясь своего проверенного временем способа действия, непроницаемого молчания, жестко отказываясь участвовать или рассматривать возможность сделать что-то по-другому перед лицом даже такого беспрецедентного беспорядка. Однако, если судить с оглядкой, это оказался проницательный подход к лихорадочной ситуации. Неважно, есть ли у сосексов претензии, которые заслуживают должного рассмотрения, а я думаю, что они есть, их неоднократное, самодовольное вывешивание семейного грязного белья на самом деле нанесло им только пиар-удар. Королевский комментатор добавил, что Гарри и Меган, похоже, оба пропустили важный урок, королева, который мог бы преподать им не только силу, но и достоинство молчания. Гарри и Меган обвинили неназванного члена королевской семьи в расизме по отношению к их сыну Арчи еще до его рождения, а институт в том, что он не помог герцогине, когда она была склонна к суициду. Герцог сделал еще несколько противоречивых замечаний во время выступления на подкасте Armchair Expert и в документальном сериале о психическом здоровье The M U Can't See в мае 2021 года. Гарри также собирается выпустить свои мемуары в конце этого года. Ранее он обещал, что книга будет точным и полностью правдивым рассказом о его жизни. Гарри настаивал, что его мемуары будут написаны, не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал. Сосексы живут в Калифорнии после того, как в марте 2020 года уйдут из королевской семьи. Гарри дважды возвращался в Великобританию после мехксита. Но он не поедет из США в Великобританию на поминальную службу принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве 29 марта. В пятницу пресс-секретарь Гарри отказался комментировать причину его решения, но добавил, что он надеется вскоре посетить свою бабушку-королеву. Это произошло в тот момент, когда он ввязался в судебную тяжбу с Министерством внутренних дел по поводу полицейской защиты его семьи во время пребывания в Великобритании. На сей раз хотя бы Меган обошлась без красного платья с вырезами и разрезами во всех нужных и ненужных местах. Обстановка на объединенной базе ВВС Макгуайр Диксликхёрст в округе Бёрлингтон, штат Нью-Джерси. Куда Сосексы прибыли, чтобы пообедать и пообщаться с военнослужащими и их семьями, явно не благоприятствовала шлейфом. Для этого визита Меган надела черный наряд, а Гарри серый костюм с белой рубашкой. Пресс-секретарь Меган и Гарри сказал, что пара во время визита встретилась с представителями шести родов войск США. Их беседа с участниками торжественного обеда вращалась вокруг тем близких сердцу принца Гарри и Меган Маркл, психического здоровья и важности поддержки сообщества. Накануне выступая на гала-концерте «Салют свободе», посвященном Дню ветеранов США, принц Гарри заявил. «Я живу в США уже почти два года. Наблюдая за вашей поддержкой всех тех, кто подвергает себя опасности в защиту наших свобод, ваша поддержка в защиту наших свобод, как мило не правда ли? Могу отметить, что это замечательно и вызывает чрезвычайное уважение. Это напоминает мне глубокое почтение нас британцев к нашим военным. Вооруженные силы в обеих наших странах разделяют особую связь, и я благодарен за то, что служил в поддержку нашего совместного союзничества в течение многих лет. Кстати, об уважении. Гарри и Меган во время их нынешнего визита в Нью-Йорк везде появляются с традиционным символом Дня памяти Великобритании цветком мака. Меган даже умудрилась пришпилить его на бретельку платья в районе глубокого декольте во время посещения гала-концерта «Салют свободе». С одной стороны молодцы не забывают о своих корнях, отдают дань уважения и прочее, а вот с другой опять конфуз и незадача. Дело в том, что в США День ветерана – это дань уважения ныне живущим военным. А вот в Великобритании День памяти, выпадающий на эти же даты – это дань памяти погибшим. И британский символ мак в эти дни в США совершенно неуместен, скорее его можно было бы носить в мае, когда в США отмечается День памяти, когда скорбят по всем погибшим военным. Но когда Сассексов волновали такие нюансы? Ведь все, что им нужно сейчас показать, что они, покинув королевскую семью, принимают участие в торжествах, посвященных военным. И не важно, живым или уже покинувшим мир иной. Как сообщает Mirror, инсайдер озвучил подробности ссоры британского принца Уильяма с супругой его брата Гарри Меган Маркл. Уточняется, что речь идет об инциденте, который произошел перед свадьбой принца Гарри с американской актрисой. По словам инсайдера, Уильяма вывела из себя, что Кейт довела до слез герцогиню Кембриджскую. Поводом для слез стало платье принцессы Шарлотты, дочери Мидлтон, которая была девочке велико. Кейт только что родила третьего ребенка и была чересчур эмоциональна, рассказал инсайдер. При этом сама Меган Маркл позднее в беседе с опрой Уинфри заявляла, что это она рыдала за несколько дней до свадьбы. Как написал один из наших комментаторов, Меган и Гарри надоели до зубного скрежета. Но все равно читатель признался, что почему-то пробегает глазами публикации о них, следит за статьями и событиями. В чем же феномен этой пары? Почему столько людей внимательно наблюдают за коллизиями их жизни и событиями внутри БКС? А дело кажется в том, что если бы их не было, то Меган и Гарри стоило бы выдумать. Они олицетворяют часть общества, которую еще несколько десятилетий назад трудно было бы вообразить. Проявилось новое странное поколение не в лучшем свете. Толика инфантилизма, но много амбиций, полная или частичная безграмотность, манипулятивность и безответственности претензии. Много претензий к семье и миру вокруг, полное отсутствие эмпатии и уважения, отсутствие желания трудиться. Таких новых персон становится все больше вокруг, медиаиндустрия культивирует и бережно выращивает эту культуру, собирая урожай хайпа. Меган и Гарри, как лучшие представители поколения, умеют порождать грандиозные скандалы, которые привлекают огромное внимание и вызывают бурное обсуждение. С одной стороны, читатели Дзена совершенно правы. Возможно, просто не стоит писать о Меган и Гарри и их фантазиях. А с другой стороны, как кажется, стоит изучать этот человеческий тип и феномен, таких персонажей становится все больше вокруг. С представителями нового странного поколения придется жить рядом и как-то находить общий язык. Точно так же, как сейчас пытается найти общий язык королевская семья Великобритании. Ведь она тоже семья. БКС как бы всем показывает дорожную карту по взаимодействию с новым поколением современности. Можно кидаться обвинениями в королеву Елизавету и принца Чарльза и говорить, вот вырастили нарцисса и эгоиста, так и получите за это по полной программе и злорадствовать, а можно удивиться и узнать в соседе или коллеге по работе завтра Гарри, еще хуже, если в ближайшем родственники Меган. Никуда феномен этого странного поколения не денется и из нашей с вами жизни. Можно игнорировать, но Гарри и Меган от такого отношения меньше не становится. Писали ранее о всех попытках БКС наставить Гарри и Меган на путь истинный. После заявления о мемуарах терпения, видимо, закончилось окончательно. Источники из дворца стали намекать о судебных исках о клевете пока только к издательству. А 22 августа 2021 года стало известно, что БКС нанимает адвокатов. И такое решение не могло случиться без разрешения Елизаветы. Судиться со своим внуком и его женой. Неужели это единственный оставшийся и возможный вариант взаимодействия для семьи, если не помогли убеждения? Ждем развития событий. БКС разорит Меган и Гарри судебными исками или заставит уважать кнут, если королевский пряник оказался паре непривлекательным. Захочет ли американский бомонд оплачивать судебные издержки Меган и Гарри? Они найдут выход, чтобы зарабатывать и дальше на хайпе. А вечеринки в честь 60-летия Барака Обамы до сих пор пишут в мировой прессе. За последний год это было одно из самых ярких и массовых празднований Дня Рождения. И хотя Обама, как говорят, сократил список приглашенных, который изначально составлял 500 человек, все равно, по оценкам экспертов, на ней присутствовало от 300 до 400 гостей. Гостей было столько, что когда они разъезжались, на дорогах были пробки. На ней были очень многие из друзей Меган Джордж Клуни, Бейонсе, Опра Уинфри, Гейл Кинг. И даже модель Крисси Тёген с семьей, включая собаку, была на вечеринке. А ведь она когда-то вместе с Меган участвовала в шоу Дилл Ор Ноу Дилл. И среди всего этого веселья не нашлось места для королевы Монте-Сито и ее умеющего жонглировать супруга. И это при том, что Меган явно, практически демонстративно подражает модели поведения читы Обама, а также позиционирует себя активной общественной деятельницей. Так, почему же герцогов Сасекских не было на пышном праздновании юбилея Барака Обамы их не пригласили или они сами отказались ехать. Тем более, что причина для отказа была и существенная у самой Меган был юбилей в тот же день, что и у бывшего президента. Многие предполагали, что Гарри, как верный любящий муж, повезет куда-нибудь свою супругу отметить это событие. Но пока никаких сообщений о юбилее в милом семейном кругу Сасекских не поступало, кроме демонстрации роскошной обстановки и попытки понасмехаться над британскими традициями. А свой юбилей Барак Обама отмечал с размахом три дня. И новые гости пребывали постоянно в течение всех этих трех дней. Так что Меган при желании могла бы все успеть. Так что очень вероятно, что их просто не пригласили. И причина этого очевидна. Барак и Мишель Обама слишком высоко ценят семью и семейные отношения. Когда Мишель Обама спросили, что она думает об интервью Опре, она ответила очень обтекаемо, но в то же время предельно ясно. Когда я думаю о том, через что они проходят, я думаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, ясность, любовь и решимость. Потому что нет ничего важнее семьи. По словам инсайдеров, Чите Обама очень не понравилось то, что в этом интервью Гарри плохо отзывался о своей семье. Они ценят семью, и, конечно же, они не из тех людей, которые хотели бы, чтобы их дети общались с прессой. Гарри и Меган, оскорбляющие членов королевской семьи, очевидно, не понравятся паре, которая всегда ставила семью на первое место. Некоторые эксперты предполагают еще одну причину, по которой Меган и Гарри не были приглашены на вечеринку Обамы, могут опасаться, что ассоциация с герцогами Сасекскими рискует привлечь негативную огласку. Мы же позволим себе предположить еще две причины отсутствия приглашения. Вряд ли Чите Обама хотелось бы прочитать подробности о своей вечеринке в новой книге от Меган и Гарри. Кроме того, для Обамы это был бы огромный спад, признать герцогов Сасекских своими друзьями. У них слишком высокий авторитет в мире, и им лучше позиционировать себя на одном уровне с королевой и герцогами кембриджскими. Обамы слишком умны, чтобы связываться с такими людьми, как Меган и Гарри.